МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дмитрий Сергеевич, здравствуйте. Рада приветствовать вас. Вы человек у нас в регионе довольно-таки новый. Вас еще многие не видели, что называется, живьем. И поэтому несколько слов о себе. Как давно в госавтоинспекции, что вас в сущности привело на эту службу, где служили до этого. И я знаю, что в регионе, в Тверском, вы четвертый месяц всего, да? Да, действительно, я был назначен на должность начальника управления госавтоинспекции 25 января. Ну, а если коротко о себе, то мне 42 года. Я родом из города Брянска. Там, значит, родился, учился, закончил Брянский государственный технический университет. После окончания его, так скажем, отдал долг родине, отслужал в средах вооруженных сил. Потом какое-то время работал по специальности, полученной в госуниверситете. У меня специальность автомобиль, автомобильное хозяйство. Ну, а в дальнейшем, так скажем, пришел на службу в госавтоинспекцию, можно сказать, по той же специальности, в подразделение технического надзора, в то время она называлась автодорожная инспекция. Ну, и дальше всю свою службу в органах внутренних дел я посвятил госавтоинспекции. Ну, не было такого, да, желания, вот некоторые мальчишки, да, вот так вот еще учащиеся в школе, вот как-то думают, пойду-ка я на службу в ГАИ. Ну, это, наверное, уже более осознанный выбор, когда ты уже прошел какие-то этапы, помимо учебы и, так скажем, трудовой деятельности, поэтому, наверное, этот более поздний выбор. Ну, судя по специальности, у вас так, это как бы тяга к технике и к автомобилям, да, вот как-то счастливые совпадения здесь, что полученное образование у вас дальше вылилось, да, в службу, в такую необходимую службу госавтоинспекции. Вот все-таки Брянск, я так поняла, что если вы родились и учились в Брянске, то как бы это был для вас единственный регион, да, который вы, где вы знали все, можно сказать, о дорогах все досконально, да. На ваш взгляд, вот вы приехали сюда по зиме, что самое такое вот, что бросилось в глаза сразу в нашем Тверском регионе, и какое самое броское, главное, на ваш взгляд, отличие брянских дорог от тверских? Ну, дороги, я думаю, что кардинально они, так скажем, одинаковы везде, единственное, что, ну, везде, конечно, во всех субъектах своя специфика, Брянский регион, он более приграничный, то есть он граничит с Белоруссией, с Украиной, сейчас в силу тех процессов, которые проходят за рубежом, интенсивность движения там она упала, мы прекрасно знаем, границы, значит, ограниченные движения через них. Что касается Тверского региона, это, конечно, более транзитный, он находится между двумя столицами, которые у нас есть, поэтому интенсивность движения транспорта и количество автомобильных дорог, в том числе и федеральных, с большей интенсивностью движения, оно здесь, конечно, неизмеримо больше, поэтому специфика, конечно, транзитности нашего субъекта. Вот вы приехали зимой, а чистка дорог, как вот у вас, что показалось, более-менее культурная область, областная столица? Ну, мы понимаем, что прошлый год мы пережили, прошлый зимний сезон мы пережили практически без снега. Да, это нам как бы повезло, да? Да, мы забыли уже, начали забывать, что такое снежная зима. Да, и казалось, что так будет каждый год. Да, да, что такое снежная зима в этом году, конечно, ну, она у нас была среднестатистическая, поэтому и осадки были, ну, сильных негопадов, конечно, у нас таких не было, как в других субъектах, но были осадки, дороги чистились, где мы видели, что они чистятся несвоевременно, мы и выдавали предписания, реагировали на данную ситуацию с помощью своих контрольно-надзорных полномочий, ну, если где-то, так скажем, наше предписание не выполнялись, то и привлекали к административной ответственности. Потому что я помню, у нас был 2012 год, это был настоящий коллапс, вот когда неожиданно 30 ноября выпал снег, и причем такое, это сугроба были метра по два, и все, город встал буквально, все сотрудники ГАИ вынуждены были оставить свои функции на время и просто заниматься тем, что выталкивали машины, вот просто выталкивали застрявшие машины, и это было повсеместно, это был какой-то кошмар. И вот это вспоминается вот с тех пор, ну, говорила, конечно, вся Россия о том, что здесь творится. И самое главное, почему мы говорим, что, как говорится, готовься они летом, да, что нужно готовить технику заранее, знать, сколько этой техники и кто будет на ней работать. И тогда можно спокойно вступать, наверное, в каждую зиму. Да, потому что и противоголоволенные материалы необходимо заготавливать, и технику приводить в соответствующее техническое состояние. Да, но в любом случае эта зима, так скажем, таких неприятных сюрпризов нам не предоставила. Ну, дай бог, что будет и дальше так, да? А по качеству дорог тоже, о качестве автомобильных дорог мы говорим постоянно, и постоянно как бы показываем места, вот такие очаги аварийности, потому что, опять же таки, было в нашем городе, были такие времена, когда яма на яме, жаловались все, это и проколотые колеса, это очень большое количество ДТП, потому что это одна из причин, да, качества дорог. И бывает, что если начинают делать дороги, то асфальт кладут либо в лужи, либо в снег под Новый год, чтобы там выработать нужные, выделенные деньги, да. Относительно программы, национальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С приходом, скажем так, в нашу жизнь эта программа многое изменилось к лучшему. Да, конечно, то есть это и увеличение денежных средств, которые стали выделяться из федерального бюджета, из регионального бюджета, то есть, конечно, развитие национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», дало толчок к развитию не только федеральных дорог, какие мы понимаем, что в основном федеральные дороги у нас были в более-менее хорошем состоянии, а это и региональные, и местные дороги, которые входят именно в оценочные показатели данного проекта. Ну вот если говорить, что в прошлом году у нас в рамках реализации этого проекта на территории области было заменено или установлено более 2000 знаков, более 10 светофорных объектов было, 8 километров пешеходных ограждений, 11 километров барьерных ограждений. То есть, в принципе, не только ровности покрытия уделяется вниманию, но и также инженерным мероприятиям, которые позволят увеличить безопасность, потому что мы понимаем, что сделали ровность, увеличивается скорость. У нас такое было на Санкт-Петербургском очень-очень давно, когда там тоже сплошные ямы, потом положили обалденный асфальт и понеслось. И аварий почему-то стало больше, потому что это превышение скоростного режима. Ну, конечно, не только аварии, но и тяжесть их последствий с увеличением скорости анократно увеличивается. Поэтому, я говорю, что уделяется внимание не только ровности, но и инженерным мероприятиям. То же самое обустройство искусственных неровностей возле учебных заведений, мест протяжения граждан. То же самое осуществляет у нас, продолжает развиваться система фото-видео фиксации административных правонарушений. Ну, вот об этом чуточку попозже поговорим. Это просто отдельный вопрос, да, потому что это многих интересует, автомобилистов. Относительно того, что многие скажут, что вот ограждение. А ведь это тоже какая-то спасенная человеческая жизнь, и причем не одна. Где раньше люди выбегали, теперь стоит это ограждение, и человек подумает и будет переходить по пешеходному переходу. И будет физические возможности нарушить здесь, в этом месте, правила дорожного движения. Но, опять же, убережет водителей, пешеходов от тех водителей, которые могут, ну, в случае дорожно-транспортного происшествия, или отвлеклись, они могут заехать на тротуар. Да, 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 они вылетают. То есть здесь пешеходное ограждение, они не позволят то же самое и водителю очутиться на этом тротуаре пешеходном. Светофоры тоже, да, Дмитрий Сергеевич, а светофоры, которые вот такие, так называются, умные светофоры, которые дают пешеходам переходить дорогу, да, не боясь, все стоит из автомобиля. Конечно, то есть, ну, сейчас устанавливаются уже светофоры, которые мы можем регулировать фазы движения в зависимости от времени дня. То есть мы понимаем, что у нас основа интенсивность движения пешеходных потоков утром, когда люди идут на работу, и вечером, когда, ну, и в обед то же самое. Поэтому здесь мы можем на новых светофорах регулировать продолжительность загорания того или иного сигнала светофора. То есть это тоже влияет на пропускную способность автомобильных дорог. Уважаемые друзья, сейчас прервемся на небольшую рекламу. Не переключайтесь. 300-190, телефон прямого эфира. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В эфире программа «Тема дня». С вами Ирина Чекунова. А в гостях у меня Дмитрий Сергеевич Арзанов, полковник полиции, начальник управления ГИБДД УМВД России по Тверской области. Дмитрий Сергеевич, уже до ухода на рекламную паузу мы с вами говорили, вы, вернее, уже начали говорить о фото-видеофиксации. Вот что принесла с собой эта система, да? Стали ли дисциплинирование водителей, да? Как-то они уже ждут, уже вот как-то подъезжая. Вот здесь где-то должна быть видеокамера, которая зафиксирует мою превышенную скорость. Сколько новых, может быть, систем таких вот комплексов появится у нас в регионе в этом году? Ну, действительно, система фото-видеофиксации, мы все видим, что это динамично развивающаяся система, не только в количестве установленных рубежей контроля, но и в спектре тех нарушений, которые она выявляет. То есть сейчас это уже не только скорость, превышение установленной скорости, это и непредоставление преимущества пешеходам на пешеходных переходах, выезд на полосу предназначенную для встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, остановка с нарушением перед стоп-линией, нарушение правил остановки или стоянки, также нарушение правил расположения на проезжей части. То есть мы видим, что эта система, она развивается. Я, кстати, хотела добавить, что вот мы как-то обсуждая на радио Монте-Карло эту проблему, говорили с вашими подчиненными о том, что камеры даже могут вскоре, наверное, может быть, и уже определяют, что человек разговаривает, водитель разговаривает по телефону, и пристегнут он или нет. Это тоже будет вноситься, что называется, в штрафные санкции? Ну, пока еще нет, я понимаю, что эти испытания идут в тестовом режиме пилотных субъектов. Ну, ожидается, да? Да, ожидается. Если бы еще камера показывала, в каком состоянии относительно наркотического и алкогольного опьянения водитель, да, сразу бы, это было вообще здорово? Даже хотя бы в состоянии усталости, чтобы не засыпал за рулем. А вообще-то и усталость, ведь сколько аварий из-за того, что человек заснул за рулем. К сожалению, здесь пока такого вида выявления нет. Ну, мы отвлеклись, так же, лирическое отступление. Ага. А это о том, что существует, поговорим. Да, у нас на территории области 91 рубеж для фото-видео фиксации. 24 из них установлены на федеральных автомобильных дорогах, 37 на региональных, значит, 30 в городе Твери. Это стационарные, да? Это стационарные. Это стационарные, которые, потому что ведь есть еще такие мобильные, да? Да, да, их 12. Их 12, да? То есть мобильные, они размещаются там, где больше очаги аварийности, да? Да, то есть мы прекрасно понимаем, что для установки стационарного комплекса необходимо наличие и коммуникации, и связи обратной, потому что все это в онлайн-режиме передается в центр обработки, значит, фото-видео фиксации. А передвижные, да, это именно для оперативного реагирования на изменения дорожной обстановки, интенсивности движения. Выставляются они, да, в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, аварийно-опасных участков, дорог. Их на территории области у нас 12. Ну, я понимаю, что не так много развивается эта система, и в этом году я понимаю, что планируется приобретение новых комплексов, как и стационарных, так и передвижных уже, которые оборудуются на базе легкового автомобиля и меряют скорость в движении в транспортном потоке. Это те самые автомобили, или будут уже характерные автомобили, которые может заметить, это не просто автомобиль, который вот рядовой стоит. Это будет с определенными знаками. Конечно, конечно. То есть водитель сразу видит, ага. С фотографической схемой. И то есть человек, который приезжает к нам из другого региона, он может зайти на тот же самый сайт и посмотреть Тверского региона, и посмотреть, где установлены. То есть эти камеры не скрыты от глаз автомобилистов. Нет, то есть помимо того, что стационарные камеры не размещены, адреса их как на сайте и МВД России по Тверской области, так и на сайте МВД России, на сайте Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения. То же самое, и мы размещаем места установок передвижных комплексов, потому что их мы утверждаем ежемесячно, эти места установки передвижных. Месяц, да, вы смотрите состояние аварийности и определяете, где необходимо выставление этих приборов. Они по утрам выезжают, да? Нет, они стоят те же самые полностью рабочий день, не только по утрам. То есть они... Ну то есть утром как на работу. Да, утром восстанавливается, вечером он снимается, да? То есть, да, это все в ведении ГКУ, которое обслуживает там на их транспортных средствах, их сотрудники выставляют эти камеры по тем местам, которые мы ежемесячно согласовываем. И эти же места установки мы все равно никак не скрываем, размещаем на своем сайте. Все это можно в онлайн режиме тут же увидеть, где установлены эти камеры. То есть цель не увеличения количества штрафов, а именно обеспечивания безопасности дорожного движения. Вот как эта цель по-вашему вообще выполняется? Так потихонечку, полигонечку, но срабатывает вот этот дисциплинарный момент для водителей? Я думаю, что срабатывает. Ну вот за 4 месяца нами вынесено больше 180 тысяч нарушений, восстановления нарушениях правил дорожного движения. Но мы видим, что все равно из года в год количество дорожно-транспортных происшествий уменьшается. То есть и даже по вине неправильного выбора скорости водителями. То есть здесь каким-то образом, зная, что твою скорость будут фиксировать, вот это вот срабатывает? Ну не только, то есть старые вышедшие из работы комплексы, мы все равно их не снимаем. Они установлены и все равно они излучают, так скажем, те же самые лучи, которые обычный комплекс. Ну как скажем, но только не измеряют скорость. Это все равно эффект осторожности прибавляет для водителей. Задача покрыть, что называется, область, основные дороги вот этими комплексами, да, если вы говорите пополнение такое существенное ожидается, как можно больше? Нет, но все равно мы их выставляем, есть же в правилах установки, они выставляются в аварийно опасных местах именно для снижения тяжести последствий и количества дорожно-транспортных происшествий. То есть понятно, что если уходят очаги аварийности, мы перемещаем их на другие участки. Ну то есть очаги аварийности у нас это не значит, что если вот очаг аварийности, то он пять лет здесь будет. То есть вот что-то вы поправили, профилактическая работа, что-то поправили дорожники, да, и это исчезло как бы на время хотя бы? Конечно, то есть очаги аварийности мы определяем ежегодно, места концентрации дорожно-транспортных происшествий, и некоторые имеют мигрирующий характер. Ну практически, которые образуются несколько лет в одних и тех же местах, их практически нет. То есть в любом случае мы принимаем и первоочередные меры, то есть путем внесения изменений, может быть и в проект организации дорожного движения, изначально там возможно какие-то запретительные меры, а дальше уже вносим владельцу дорог и совместно с ними, они реализуют совместно с нами инженерное мероприятие, направленное на повышение безопасности именно в конкретных очаговых местах. Камеры, фото-видео фиксации, все эти деньги, в том числе финансовые вложения, это все тот же национальный проект, да, в рамках реализации национального проекта? Эти все средства поступают в областной бюджет, и они, да, как вы правильно сказали, что могут быть использованы только на повышение безопасности дорожного движения. Мы говорим о реализации национального проекта, который существует вообще по всей России. У вас в Брянской области тоже это все было, да? Да, конечно, это вообще российское. Если вот мы до этого говорили о качестве дорог, то у вас то же самое фактически вот по качеству именно дорог или же что-то другое? Нет, я думаю, что сейчас в любом случае все собственники дорог, и не только собственных дорог, все контрольно-надзорные органы, они призваны именно обеспечить контроль за качеством. То есть мы сейчас видим, что по истечению какого-то определенного периода, то есть если качество дорог не соответствует, то и гарантийный срок имеется, то подрядчик восстанавливает это качество за свой собственный счет. И это следит и контрольно-надзорные органы, и собственники дорог. Поэтому здесь уже, так скажем, сделать некачественно, наверное, будет очень... Это просто уже невыгодно будет. Да, да, невыгодно, и вас просто потом не допустят к другим объектам. Да, 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 просто уже репутацию себе человек создал, да? Да, и не только репутацию, но опять же есть определенные процедуры, которые, возможно, исключат его из дальнейшего... Да, потому что как раньше мы думали, ну вот если вот асфальт в конце года положили, значит, это уже просто стало у нас, например, народной приметой, что как только стоит снег, то вместе со снегом и асфальт исчезнет, или опять это бесконечный ямочный ремонт, это просто уже надоело. Нет, ну это в любом случае сезонность имеется, потому что это специфика, опять же, и субъекта всей Российской Федерации о том, что у нас, ну, частые переходы через ноль при именно вот такие, конец зимнего периода. Не то, что у нас снежный покров лег, и вот с ноября по февраль месяц у нас не оттепели, ничего не бывает. А здесь, конечно, это влияет на состояние дорожного полотна. Качество несения службы, отличия внесения службы инспекторами ДПС, они едины на всю Россию в различных регионах, это одинаково или существуют какие-то различия? Я уж так просто интересно, потому что мы всю жизнь здесь обсуждаем проблемы Тверских дорог, а здесь есть возможность сравнить с брянскими. Нет, я думаю, что и цели задачи, которые ставятся инспекторам, во-первых, они строго регламентированы и нормативными документами, и я думаю, что такого большого отличия, ну, его просто нету. То есть это, прежде всего, профилактика, то есть задача Государственной инспекции ведь, по большому счету, не оформление дорожно-транспортных происшествий, а их профилактика. Для того, чтобы их не допустить или сократить их количество и тяжесть последствий, на это нацелена, начиная от инспектора и заканчивая государственными инспекторами дорожного надзора технического реакционно-экзаменационных подразделений. Поэтому я думаю, что такое существенное отличие такого нет. Хотя вот мы говорили с вами до начала эфира, что, да, Брянск, это, вы говорили, Брянский регион, это 16 тысяч, да, километров дорог, а у нас 32, два раза больше. То есть область... Продвиженность дорог, да, существенно больше. Есть, да, и подчиненных у вас, соответственно, служба в ГАИ несет количество больше, число человек. Федеральных дорог здесь больше, потому что все-таки вот эти три федеральные дороги, протяженность довольно, ну, тоже практически в два раза больше, чем было в Брянской территории. Мы говорили уже, вот обсуждая предыдущие вопросы об очагах аварийности, на ваш взгляд, вот сейчас, вот главные проблемы, какие существуют вот именно вот в этих очагах аварийности, что необходимо изменить, что необходимо исправить, чтобы сохранить человеческие жизни? Ну, может быть, даже и не в очагах аварийности, потому что очагов у нас всего 34 по всей области. По всей области. Да, и основное их количество у нас в городе, в областном центре, но это специфика и подсчета этих, и интенсивности движения, и количество пешеходов, которые у нас в областном центре. А так, основное количество причин дорожно-транспортных происшествий, в которых у нас погибают люди, их, ну, можно разделить на три части. Первая – это наезды на пешеходов. Это, ну, прежде всего, мы понимаем, что это самые незащищенные участники дорожного движения, и тяжесть последствий в этих дорожно-транспортных происшествиях, она, ну, довольно велика. Вот у нас за прошлый год, то есть каждое пятое дорожно-транспортное происшествие – это наезды на пешеходов. На пешеходов? Да, 20%. И несмотря на то, что вроде бы вот оборудовано сколько пешеходных переходов, и светофоры, и обозначается подъезд, да, к тому, что скоро будет пешеходный переход, а все равно? Да, и в таких ДТП у нас 25% погибших всех – это вот ДТП наезды на пешеходы. Но это не только, конечно, характерное количество ДТП – это для областного центра, но тяжесть последствий здесь не так велика, как на дорогах местного регионального значения. То есть, где и скорости выше, и освещение там отсутствует на дорогах вне населенного пункта, а пешеходы идут по обочине дороги. То есть, там больше у нас и тяжесть последствий в таких дорожно-транспортных происшествиях. Вот в связи с этим, Дмитрий Сергеевич, мы постоянно вот говорим жителям нашего региона, что, ребят, существуют такие вот светоотражатели, да, и в одежде, и на сумке, и на обуви, и на брелоке. И на всем, на чем угодно, да, и если тем более человек живет где-то в сельской местности или за Тверью непосредственно близко, ну там темно, реально, это вообще сейчас светло, а когда вот наступает осень-зима, это же беда. Конечно, обязанность такая существует, но опять же, можно сказать, обеспеченность пешеходов, потому что стоимость этого элемента, даже если его прицепить к своей сумке, на руку, повязку, то есть, ну это много таких вариантов этого. Она, ну, она невелика, а эффект от нее, ну, довольно значительный, потому что они имеют светоотражающий эффект, и на, даже уже начиная на дальнем расстоянии, вы будете видны, то есть, водитель хотя бы усомнится, что там имеется какая-то опасность. То есть, и уже предпримет какие-то действия, либо к снижению скорости, либо изменению направления своего движения. Поэтому в обязательном порядке, вне нацеленных пунктов необходимо носить светоотражающий элемент. То есть, вы сказали, что это даже обязанность. Да, это обязанность. Человек это сделать обязан. Обязан. Обязан пешеходов. Да, за это административная ответственность существует. Помните об этом, уважаемые радиослушатели и телезрители. Ну, второе, кто, можно сказать, основное, даже, так скажем, количество погибших в структуре аварийности, это первое место занимает, это выезд на полосу, предназначенный для встречного движения. Оно, конечно, более характерно для загородных дорог, для региональных дорог. Где нет отбойников, да? Да, где нет разделяющих потоков инженерных сооружений. Количество таких ДТП, оно может быть не так велико, их всего 8%, но погибших в них 27%. То есть, это и тяжесть последствий, мы прекрасно понимаем, что загородная дорога – это скорость. И если ты выезжаешь на встречку, значит, это лобовое, наверное, да? Это лобовое, это суммирование скоростей двух транспортных средств, физических процессов, мы все прекрасно это понимаем. Поэтому тяжесть в этих ДТП, она очень высока. Поэтому, опять же, призываем жителей всех, если там нанесена разметка, не позволяющая осуществлять обгон, то это сделано не просто по прихоти собственника дороги или госавтоинспекции, а только потому, что там это сделать небезопасно. Это, как мы всегда говорим и не перестаем повторять об этом, Дмитрий Сергеевич, что каждое правило дорожного движения написано кровью. Это не просто так. Конечно. Ну и третий вид дорожно-транспортных происшествий – это у нас управление транспортным средством в состоянии опьянения. О, это вообще дичь. А, кстати, как в Брянской области это тоже проблема? Да, вот эти три проблемы, они характерны для всей России. Для всей России? Да, вот три вот этих вида нарушений, которые приводят к наиболее тяжким последствиям. Мы все прекрасно понимаем, что это неадекватность при употреблении, это и замедление скорости реакции, ну и в зависимости от состояния алкогольного опьянения. То есть вообще, ну, если вы что-то употребили, то ни в коем случае за роль садиться нельзя. У нас вот в прошлом году таких ДТП было с участием водителей 15% от всех. Это пьяные ДТП, так называемые? Да, где были участники ДТП, находились в состоянии опьянения. И в таких ДТП тоже четверть от всех погибших. Это были с участием водителей в нетрезвом состоянии. Это бич. И проводится контроль трезвости не случайно, ведь он проводится не только в выходные дни и праздничные. Он практически постоянно. Бывает еще и сплошной, так называемый, контроль, когда на помощь и Росгвардия приходит, тут же стоит и ОМОНовец, тут же стоит и сотрудник ДПС, да, и проверяются все. Ведь это же не случайно? Нет, конечно. Это так называемые сплошные проверки в местах наиболее возможного появления таких водителей. Ну, могу вот для статистики сказать, что уже только за 4 месяца этого года сотрудниками госавтоинспекции было выявлено более 1700 водителей, находящихся в состоянии опьянения. И причем больше 250 только за повторное управление. То есть это за которое уже грозит уголовная ответственность. То есть все равно не останавливает человека, да? По-вашему, в чем причина? Это потому что уже безнаказанностью это не назовешь? Ну, многие люди управляют ее, садясь повторно. Ну, да, я согласен, что мы проводим свои рейдовые мероприятия, но не всегда мы можем побыть на каждой территории. Поэтому, хотя и на федеральных трассах мы выявляем нетрезвом состоянии, хотя уже, казалось бы, там при таких скоростях интенсивности движения находиться в нетрезвом состоянии. Но, в принципе, приведет однозначно и к тяжелым последствиям. Но все равно и на федеральных трассах так и выявляем нарушения. По-вашему, что вообще вот может тогда? Потому что уже довольно-таки долго проводится профилактическое мероприятие контроль трезвости, люди привыкли, уже привыкли видеть сотрудников ГИБДД, особенно перед праздниками останавливаются, если раньше какой-то ропот был слышен, то теперь все безропотно как-то люди. Я могу сказать, что и гражданская ответственность, так скажем, у людей, она увеличивается, потому что в этом году только 60 водителей в нетрезвом состоянии мы задержали по информации граждан. Люди стали звонить? Да, и количество задержаний увеличилось больше, чем в два раза в этом году. Поэтому, так скажем, сознательность людей, но они все прекрасно понимают, что у каждого есть дети, сами они являются участниками дорожного движения, и поэтому управление водителем в нетрезвом состоянии, оно, конечно, может привести к большой трагедии. Поэтому люди, да, стали обращать внимание на это и стали сообщать нам. Мы в любом случае любую такую информацию не оставляем без внимания, в обязательном порядке мы отрабатываем эту информацию. И вот, говорю, уже 60 водителей мы отстранили от управления по информации граждан. Это, во всяком случае, это сколько предотвращенных тех же самых, да, трагедий на дороге? Да, конечно. Потому что это неадекватен. И сколько было случаев, когда вот мы выезжали, я часто выезжала и по области, мы катались в различные районы города, там вообще кажется, что, ой, сюда никто, допустим, в тот же там Бельский район, сюда, или Андреапольский, к нам сюда никто не приедет. И когда мы, становится машина ДПС и останавливает, а там как-то бы раньше была привычка, почему бы не выпить и не поехать кататься, если суббота или воскресенье. По месту. Да, да. И причем и наказание такое серьезное. То есть мы сегодня еще раз говорим, что ответственность такая довольно-таки крутая. Ну и в любом случае даже опять Государственная Дума, она рассматривает вопрос об ужесточении, еще одно ужесточение ответственности и за повторное вождение, и за вождение в резвом виде. Это еще увеличение штрафа? Это пока увеличение срока лишения права управления. А, лишения, да? Да, и возможно даже... Пожизненное? Нет, нет, изъятие транспортного средства. А, изъятие? Да. Изъятие на время? При повторном. Да, при повторном. Да? Ну, возможно, это будет как-то... Человеку, русскому человеку, всякого сущего, она такая стресска нужна хорошая. Ну, по крайней мере, уже не на чем будет нарушать. Ну, не на чем, да, если они угонят или у кого-то друзей возьмет покататься, да, человек, зная за что, он уже не даст. А там уже, да, есть ответственность за передачу лицу, не имеющему права управления, лишенному или находящемуся в состоянии опьянения. Тут уже собственник посмотрит, что сам может быть привлечен к ответственности. Да. У нас весна характерна, мы всегда напоминаем в преддверии весны. Ребята, будьте осторожнее, потому что на дорогах появляются велосипеды, появляются не только дети велосипедисты, но и взрослых очень много. И появляется двухколесная техника этого мотоцикла. Вот что мы можем сказать по этому поводу, как проявила себя эта весна? И о чем хотим предупредить? Ну, могу сказать, что это весна. Также мы можем констатировать появление мотоциклистов. Единственное, что сейчас развитием уже так называемых средств индивидуальной мобильности, это и моноколеса, это и гироскутеры, это и электрические самокаты. То есть скорость они развивают уже приличную. Но хотел, опять же, есть уже прецеденты, кстати, в Российской Федерации за лишение права управления при управлении электрическим самокатом с мощностью двигателя более 4 кВт в недрежном состоянии. То есть как за управление транспортным средством. То есть это такое же транспортное средство? Конечно. Если это не транспортное средство, двигаться на нем можно только по тротуару, а не по дороге. Если это уже больше мощность двигателя, он подлежит и регистрации, и уже управлению при наличии водительского удостоверения. Опять же хочу напомнить, что управление любым сейчас мопедом уже необходимо наличие водительского удостоверения. То есть давать на права? Конечно. Только что категория М и А1 это с 16 лет. Можно стать водителем данных транспортных средств. Но в любом случае необходимо учиться и сдавать эквалифицированный экзамен для получения права управления. И опять же хочу обратить внимание родителей, что прежде чем купить своим детям такие вот новые современные гаджеты в виде электросамокатов и допустить, выпустить их на дорогу, они должны понимать последствия вот этого возможного падения, не дай бог, какого-то даже транспортного происшествия. То есть при таких скоростях, да, уже, ну, если можно сказать, выйти сухим из воды вряд ли получится. Это не падение с велосипеда, когда тоже можно получить травму, а падение уже со средств индивидуальной мобильности. Мы понимаем, что у ребенка скорость реакции, она совершенно другая. И у него понимание опасности, интенсивного самосохранения, он еще не так развит, как у взрослого человека, поэтому лишний раз перед тем, как вообще подумать о приобретении ребенка такой, его обязательно надо учить. И, ну, посмотрите, оцените все возможности, последствия вот такого поступка. А так, действительно, мы, рост количества дорожно-транспортных происшествий мы пока не фиксируем с участием водителей мототранспорта. То есть, в принципе, она такая же, как и в прошлом году. Единственное, что да, в этом году у нас мы фиксируем нарушение, вернее, рост количества ДТП с участием детей. Дети, это да, это отдельная тема. Давайте мы закончим, что называется, двухколесную технику. Необходимы правила, можно сказать, самообороны для мотоциклистов. Это оборудование, вернее, обмундирование, да? Это обязательный шлем. Все соблюдают, и это вот сейчас стараются вот как-то вот это соблюдать, или приходится вновь и вновь говорить? На мотоциклах мы видим, что, как правило, все водители управляют транспортным средством в шлемах. Если это скутеры, или если это легкие мотоциклы категории А1, да, конечно, там мы выявляем факты. Ну, это прежде всего, как в любом автомобиле есть пассивная безопасность, то это прежде всего тоже безопасность этого водителя. И скутера, и у нас даже при управлении велосипедом желательно надо иметь защитную амуницию, для того, чтобы снизить возможность последствий при том же падении. То есть щитки, наколенники, защитные шлемы, и на велосипедах необходимые. Ну, у нас были вот уже и в этом году случаи, когда вот подросток погиб, упав с велосипеда. Это уже было, тем более, что, опять же-таки, сама жизнь показывает, что это необходимо делать. Конечно. Мы говорим, если вот вы сказали о детском дорожно-транспортном травматизме, это тем более актуально в преддверии летних каникул, и дети выбегают на дорогу из тех же велосипедов, и выезжают, и переезжают на велосипеде по пешеходному переходу дорогу, хотя нужно спешиться, да, и пройти. И родители иной раз, кажется, сам себе предоставлен, и дети гибнут. Давайте мы еще раз предупредим и скажем немножечко о статистике. Да. Ну, в этом году у нас вот, к сожалению, за 4 месяца было зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий, в которых один ребенок погиб, и 42 получили ранения. Причем 26 из этих – это дети-пассажиры. Но, опять же, мы фиксируем и нарушения правил перевозки пассажиров. То есть мы только в майские праздники выявили более 100 таких фактов. Это без удерживающего устройства? Это или бездержка удерживающего устройства, или дети, которые уже свыше 12 лет просто не пристегнуты. То есть, ну, факты такие и есть, они налицо. И прежде всего, если, может быть, дети в силу своего возраста, они не всегда могут оценить опасность этого, то родители, ну, они не могут, значит, не понимать, какое последствие может привести не использование этих либо специальных удерживающих устройств, либо просто элементарно пристегнуть ребенка ремнем безопасности сзади автомобиля. Да, тем более, что мы всегда говорили, какая сила удара, что некоторые считают, что нет, он безопаснее будет у меня на руках, и что происходит потом с человеком, с маленьким, который сидит на руках? Мы его просто своим телом придавить от инерции. Просто опять же таки мы повторяем, что это не просто так. Нет, конечно, это все рассчитано, конечно. Если мы говорим и о том, и взрослым напоминаем, что если бы ты был пристегнут, то ты бы так не пострадал. Да, да. Всегда говорим о тех же самых ремнях безопасности. Конечно, каждый день рассматривая дорожно-транспортные происшествия, которые происходят на территории области, мы видим, что тяжесть последствий была бы гораздо ниже, если бы граждане применяли ремни безопасности или те детские удерживающие устройства, которые предусмотрены. Вот казалось бы, да, элементарные вещи, о которых говорим уже не первое десятилетие, наверное, а все равно. Да, почему-то, ну, пренебрегая, их становится меньше, но все равно почему-то люди пренебрегают такими. Не все. Вот недавняя жуткая совсем авария в Торжке, где погиб ребенок, да, давайте расскажем нашим телезрителям. Там у нас получается, что девочка перебегала дорогу в неположенном месте, и она даже попала не столько, было столкновение, вернее, был осуществлен наезд на нее автобусом. Ну, причем наезд был осуществлен задним колесом, потому что она ударилась, да, в середину автобуса. И ведь это же произошло на глазах матери и бабушки. Это как? Это что, потеряли контроль над ребенком? Что произошло? Да, скорее всего, отвлеклись, потому что там был еще и второй ребенок у них в коляске, и тот самокат, который был в девочке. Ну, вот такие вот, ну, как сказать, недосмотрели, и это привело к таким, конечно, ужасным, тяжким последствиям. Поэтому, да, хочу раз... В этой ситуации что можно было бы исправить? К сожалению, уже ничего нельзя. Но, может быть, уроком послужат для других родителей? Конечно, мы все видим, что, ну, ребенок, это, как я уже сказал, что у него еще нет чувства самосохранения. Ну, оно не развито в силу возраста. Поэтому в любом случае, когда мы идем вдоль проезжей части, мы переходим улицу. В любом случае ребенка надо держать за руку, для того, чтобы он не отвлекся, он не вырвался. Ведь есть случаи, когда родители стоят на разных сторонах дороги, и ребенок от одного родителя бежит к другому. Да, и опять же, приводит это, ну, мы все понимаем, что к тяжким последствиям. Поэтому, прежде всего, ну, прежде всего, это своим личным примером. Потому что мы не сможем требовать от ребенка соблюдения правил дорожного движения, если, когда он идет с нами, мы сами его нарушаем. Это, как мне говорили, что некоторые дети, наоборот, родители учат. Конечно. Потому что им в школе те же сотрудники ГИБДД пришли и рассказали, как нужно правильно переходить дорогу. Причем внушили, вбили буквально в сознание, да? А он видит, что родители-то поступают не так. Да, поэтому он будет поступать так, как мы поступаем с ним в присутствии нас, мы с ним себя ведем. Поэтому в любом случае, когда мы находимся с детьми, нам надо быть примером соблюдения правил дорожного движения. Но, опять же, объяснять ему те элементарные истины, что нельзя выбегать из остановившегося транспортного средства, и спереди автобуса, когда вы вышли из него, не зря у нас все пешеходные переходы размещаются за остановочными пунктами. Ну, и, опять же, переход только в положенном месте, только на разрешающий сигнал светофора. Вот у нас в этом году 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети, по собственной неосторожности. Из них, вот я говорю, что 3, это был переход в неположенном месте, 3, это переход на запрещающий сигнал светофора, и 2, выход из-за стоящих транспортных средств. Мы понимаем, что ребенок из-за транспортного средства не виден в силу своего роста, поэтому автомобиль остановить единомоментно тоже нельзя, у него существует определенная инерция. И поэтому для перехода улицы надо использовать только отведенные для этого места и разрешающие сигналы светофора. Именно вот на это обращать внимание, и правильно вы говорите, родителям своим примером показывать, как правильно объяснить ребенку, как можно пройти лишний раз, и показать то, что вы делаете и в детских садах, и в школах. Насколько здесь важна профилактическая работа? Ну, мы понимаем, что мы составляем талоны замечаний, направляем их в, вот юные участники дорожного движения, направляем их в школу, для того, чтобы тот же классный руководитель мог обратить внимание, что с этим ребенком надо провести какие-то дополнительные беседы. Ну, и опять же, сейчас в преддверии каникул все сотрудники госэнспекции, особенно пропаганда безопасности дорожного движения, они пойдут в школу на последние занятия, и лишний раз напомнят всем юным участникам дорожного движения о необходимости, безусловно, необходимости соблюдения правил дорожного движения. Тем более, все они разъедутся в какие-то, возможно, деревни, лагеря. Там средств организации дорожного движения еще меньше, поэтому надо всегда быть уверенным в безопасности своего перехода. То есть, не то, что вы встали на пешеходный переход, и вам обязаны пропустить вас транспортное средство, а надо убедиться в безопасности своего перехода. То есть, не в наушнике, не в телефоне, а в обязательном случае посмотреть налево, посмотреть на право, и только потом уже переходить дорогу. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь. Очень хорошая передача. Спасибо огромное. С удовольствием всегда смотрю ваши передачи. Очень актуальная, полезная, да. Такой вопрос у меня. Вот сегодня объезжал территорию Заволжского района. Ситуацию около школ и детских садов, особенно вот у дошкольных учреждений. И не везде состояние дорожного покрытия нормальное у нас. И вот я наблюдал очень много обращений, потому что детей везут на машинах и забирают многие. Ну, вы знаете, подъезжают до школьных учреждений, привозят детишек, потому что места, так говорит, тоже не хватает. И вот эти ямы заставляют водителей маневрировать, ну, понимаете, рядом жилой сектор находится. Вот просьба как-то взять на особый контроль, потому что вот уже по этому вопросу, вот сейчас спасибо к больницам и моргам будут делать дороги. Это спасибо губернатору нашему и Козлову Сергею Евгеньевичу. Ну, вот хотелось бы, чтобы к детским садам, вот 115-й садик я сегодня был, вместе с Владимиром Абдуалевичем Васильевым. На контроле вопрос стоит Ильей Холодовым. Ну, давайте по детским садам хотя бы посмотрим, где вот ситуация наиболее такая сложная. То есть, не дай бог, что-то случится с ребенком. Спасибо. Спасибо, Олег Станиславович. Ну, вы же говорили, да, сколько конкретно вы пометили, да, вот 115-й садик, Олег Станиславович сказал. Да. Но тут же будет в плане ремонта дорог стоят. Конечно, потому что в любом случае места притяжения такие, как перед детскими учебными заведениями, школьными, дошкольными, это в обязательном порядке, они стоят на особом контроле, это дорога, дом, школа, дом, который разрабатывается для каждого ребенка свой. И, ну, я понимаю, что яма, честно говоря, тоже носит сезонный характер, и образовавшуюся ее в весенний период тоже единомоментно нельзя ликвидировать. Но в любом случае первоочередные места у нас приведения в состояние уличной дорожной сети норматива, это именно вот места притяжения дошкольных. Вы сами выезжаете вообще в город, смотрите, да, своими глазами, да, что творится и как. Да. И то есть решаете с вами, то есть здесь уже это не ваше обязанность, сотрудник ГАИ не будет класть асфальт и заморозить. Нет, мы только можем выдать предписание или привлечь за неисполнение предписания или ненадлежащее состояние уличной дорожной сети. А так, конечно, и планы работ, и работа все они проводятся с собственником уличной дорожной сети, администрацией, которому принадлежит данная дорога. Вот мы затронули вопрос, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу, несколько слов о том, с кем взаимодействуете. Вот мы уже услышали с кем по поводу хорошего качества дорог, с кем еще, потому что сотрудники ГАИ еще и раскрывают преступление. Ну да, и преступление раскрываем, конечно, те же самые и система фото-видео фиксации нам очень сильно помогает это делать, потому что она и фиксирует потоковое видео, уголовному розыску, любым оперативным службам это очень много приносит большую пользу. Ну а также, что касается, мы взаимодействуем с сотрудниками автодорожного надзора Мугаден при контроле за осуществлением пассажирских перевозок, то же самое и работаем с сотрудниками органов местного самоуправления, региональной безопасности, которые у нас с легковыми такси, мы, так скажем, совместно работаем по легковым такси. Ну, большой спектр органов власти, местного самоуправления, владельцами автомобильных дорог, то есть это все наша повседневная деятельность, контакты с ними. За эти три с небольшим месяца, почти четыре, как, на ваш взгляд, работа тверских инспекторов ДПС? Ну, я могу сказать, что констатировать и довольно высокий профессиональный уровень, и материально-техническое обеспечение, ну, я думаю, что это позволит нам достичь определенных результатов. И буквально несколько советов жителям региона, чтобы обезопасить себя на дороге. Ну, любым участникам дорожного движения хочу пожелать о выполнении требований тех дорожных знаков, дорожной разметки, которые существуют. Ну, опять же, есть такое понятие, как безопасность скорости вождения. То есть она выбирается не из максимально разрешенной на дальнем участке, а из вопросов безопасности. То есть соблюдение правил дорожного движения позволит вам сохранить и свою жизнь, и жизнь других участников дорожного движения. Спасибо огромное за участие в программе. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был начальник управления ГИБДД УВД России по Тверской области Дмитрий Сергеевич Арзанов. Спасибо, всего доброго, будьте здоровы. Спасибо.